Здравствуйте! В эфире программа «Сканер» с хроникой городских происшествий. В студии Максим Ивановский и сегодня в выпуске. Им и море по колено. По вине пьяных за рулем в Преамурье только в этом году погибли 33 человека. Госавтоинспекторы выявляют водителей под шофе в ходе спецопераций. Мешают ли вам велосипедисты? Оказалось, многим мешают. Ведь только за последние две недели за нарушение правил оштрафовали 27 любителей двухколесного транспорта. Кто мусорил, мы убрали. Неизвестные выгрузили мусор на берегу Зии и подожгли. Образовалась несанкционированная свалка прямо на глазах у отдыхающих. В убийстве одноклассника обвиняется 14-летний амурчанин. Это произошло на окраине Райчихинска, куда мальчишки отправились на рыбалку. Школьники поссорились, и один из парней руками удушил другого. Тело он сбросил в воду и закрыл ветками. Погибшего нашел местный житель. Обвиняемый подросток под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Бой, пьянство за рулем. Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Безопасная улица. Дорога». Всех водителей в рамках акции проверяли на трезвость. За пять месяцев 2016 года на территории Амурской области произошло 399 ДТП, в которых 33 человека погибли. 513 получили травмы различной степени тяжести. 45 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 11 человек, а травмы получили 65 амурчан. За этот же период 13 ДТП учинили водители мотоциклов. Цель данного мероприятия – пресечение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также предотвращение правонарушений, совершенных водителями, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы взялись из-за велосипедистов. За две недели на любителей двухколесного транспорта составили 27 протоколов, а штраф за нарушение правил дорожного движения велосипедистам – ни много ни мало – 800 рублей. Это результат оперативно-профилактического мероприятия «Велосипедист». В этом году в городе и районе уже зарегистрировали 7 ДТП с участием велосипедистов. 7 человек пострадали, несовершеннолетние в аварии попали трижды. В первом случае ребенок попал под колеса автомобиля во дворе, во втором – на выезде из двора, и 9-летнюю девочку сбили на перекрестке. Она проезжую часть пересекала на велосипеде, хотя по правилам должна была спешиться. За минувшие сутки семеро амурчан получили травмы на дорогах. Только на территории Благовещенской района госавтоинспекторы зафиксировали 268 нарушений правил дорожного движения. В лидерах, как обычно, гонщики – 75 протоколов за превышение скоростного режима. Пятерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, ну а 45 рулевых теперь заплатят штраф за то, что пренебрегли ремнем безопасности. В городе и районе за сутки произошло 30 ДТП. О некоторых авариях расскажем подробнее. Грузовичок наехал на внедорожник. Неприятность эта случилась по адресу Островского, 20-2. Стоял там себе спокойно ленд-крузер, но рядом оказалась Тойота Дюна. Шофер большегруза не рассчитал маневр и затормозила внедорожник. Повреждения несерьезные, водители испытали лишь неприятные эмоции. Малолитражка догнала седан на Горького. Там столкнулись два представителя славного концерна «Ниссан». Иблюберт и Марч катились со стороны Шевченко в направлении Пионерской. Перед перекрестком рулевой первого авто притормозил. Водитель второго не успел и прозвучал удар. Вмятины и царапины как результат. Госавтоинспекторы разыскивают участника ДТП на Пионерской, 12-дробь-2. Там неизвестный автомобиль задел припаркованный «Ниссан Икстрейл». На память о себе оставил лишь царапины на бампере. Хорошо, что этим ограничился. Плохо, что не остался. Теперь водителю, покинувшему место ДТП, грозит лишение прав. Еще одна дворовая разборка на Горького. Рядом со строением 235, международный конфликт. Участники Тойота Прада и ГАЗ-53. Шофер отечественного грузовичка сдавал назад и такую мелочь, как японский внедорожник, не приметил. Зато услышал, пришлось тормозить. Сам ГАЗ, естественно, не пострадал и вряд ли столкновения почувствовал. А вот над передом Прадика придется поколдовать. Два таксомотора не разъехались на Красноармейской. Столкновение произошло напротив автовокзала. Рулевой Тойоты Фанкарга как раз высаживал пассажира, когда получил удар. Это водитель Митсубиши Мираж совершил на него наезд при движении задним ходом. Все живы-здоровы, желтые авто получили по вмятине. Утилизировали по-своему. На берегу Зеи неизвестные выгрузили мусор и подожгли. Двое молодых людей подъехали на небольшом грузовике, сделали свои дела и укатили в неизвестном направлении. Такое поведение отдыхающих на берегу просто возмутило. Но номер автомобиля никто из них не запомнил. Благо, хоть огонь потушили. С сегодняшнего дня в Благовещенске частично перекрыли улицы Амурскую и Артиллерийскую. До 1 июля для движения закрыта половина Амурской между Мухино и Новой. Там ремонтируют тепломагистраль, а на Артиллерийской идет реконструкция канализационного коллектора. Проезжая часть там между Лениной и Краснофлотской будет перекрыта до 25 июля. Дороги перекрываются, движение становится плотнее и, как следствие, образуются пробки, заторы и аварии. Если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, не забудьте вызвать сканер. Наш телефон работает круглосуточно и не меняется. 50 12 12. На сегодня же это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших же руках. До завтра.